А почему вот вы с тем молодым человеком прям опыт сожительства поимели, а с этим нет? Не буду копать глубже, что вообще всё состоит из молекул, да, там, и по сути ничего нету. В общем, это такое противоядие, борьба с самим собой, да, компромиссы с самим собой, узнавание себя больше. Нет, наверное, такого, за что бы я не могла простить. Как вы сможете позаботиться о своей семье, если вы чувствуете себя не очень? Привет, мои хорошие, с вами Селена Све, и сегодня мы продолжаем рубрику под названием, я ещё не знаю, какой, в общем, скоро придумаем. В общем, отвечаю на ваши вопросы по поводу взаимоотношений, любых, между мужчиной и женщиной, подруг и так далее, и так далее. Я делала пост, уже говорила об этом, да, и давно, и продолжаю на них отвечать, потому что было очень много ваших вопросов, и я с удовольствием на них отвечаю. Хочется ответить на все. Итак, вопрос. Как вести себя с человеком, который тебя капец как бесит, но тебе приходится с ним в одном коллективе работать, без разницы, мужчина или женщина? Интересно твое мнение. Я могу сразу сказать, что если вас кто-то действительно бесит, то тут надо работать с самим собой. В первую очередь, почему я так говорю, потому что вот лично меня никто не бесит. Ну, не бесит вот так, чтобы мне было прям тяжело работать или тяжело находиться с этим человеком рядом. Я вам подскажу такой интересный взгляд, да, такое понимание интересное к людям. Возможно, вы его и так знали, но просто нужно свой взгляд чаще обращать на это, и тогда ваше бешенство трансформируется во что-то другое. Почему вас человек этот бесит? Скорее всего, он вас бесит, потому что в нем есть какие-то качества или что-то во внешности или в характере, то, что вам не нравится. Возможно, то, что вам не нравится, это вообще объективно даже. То есть, если человек вообще сам по себе хороший, например, красивая и успешная девушка, и вас она бесит, да, то тут вообще сто процентов надо работать с собой, да, а она еще, может, и добрая и помогает, да, тут сразу на себя, ну, то есть, если объективно она хороший человек или он, да, а вас она бесит, то, ну, направьте на себя взор, да, почему бесит, что-то измените в себе, поменяйте, может быть, это там зависть, из-за которой может беситься что-то, да, или еще какие-то эмоции, и как раз-таки она как зеркало показывает вам, что вам нужно внутри проработать, это отлично. Но также человек может быть по объективным причинам не очень хорошим, да, то есть, он может быть каким-то лицемером или там злым каким-то, да, раздраженным все время, эмоционально высказывается, может, он подкалывает как-то все время. Тут уже нужно подумать, хорошо бы подумать о том, какова причина может быть, предположить несколько идей по поводу того, почему человек ведет себя именно так, а не ведет себя так, как вы, например, да, спокойно и рассудительно. Ну так, к примеру, вот, это, скорее всего, может быть, скорее всего, оно так и есть. Даже 100% мое убеждение, что так оно и есть, потому что люди, которые чувствуют себя хорошо, счастливо внутри, комфортно и гармонично, никогда не будут делать какие-то плохие вещи, никогда не будут грубые, высказываться грубо, никогда не будут пытаться кого-то обидеть, и даже если у них нет цели кого-то обидеть, бывает это случайно, более того, такие люди, они внимательны к себе, чтобы, даже если они не хотят кого-то обидеть, чтобы они случайно, ненароком это не сделали. Поэтому здесь, опять же, да, всё на поверхности. Счастливые люди ведут себя хорошо, с ними приятно, а трудные люди, у которых какие-то проблемы личные внутри, личные или, может, неличные, они ведут себя плохо. Может, что-то болит, человек мог привыкнуть из своей жизни уже так себе вести, и это уже в привычке. Тут вопрос уже понятно, что никому нельзя позволять вести себя с собой как-то плохо, неподобающе, нужно вычерчивать границы, да, и не позволять этого. Но если это вас никак лично не касается, а просто человек ходит где-то там и вас раздражает своим поведением, то я бы была более к нему снисходительна, потому что наверняка его что-то внутри беспокоит, и самому ему от этого, я думаю, нехорошо. Нам всем хорошо и классно, и мы себя классно чувствуем, мы добры и щедры в тот момент, когда мы счастливы, когда у нас всё хорошо, ничего не болит, все наши близкие здоровы, и успех прёт, да, всё замечательно. И как мы можем себя вести, когда у нас, например, зуб элементарно болит, да, или с утра что-то не заладилось, или какие-то проблемы, долги финансовые нас гнетут, то есть можно более с пониманием, и не обязательно выяснять, что конкретно происходит у человека. Достаточно просто об этом задуматься, предположить несколько идей, которые могут у него быть, и мне кажется, что любой человек такой добрый, да, какой-то внутри, который несёт какое-то тепло и доброту, как бы понимание, сочувствие, он не сможет быть настроен очень негативно на такого человека, он смягчится. Ну, как бы не хотели мы, вот это наше эго, которое пытается, оно смягчится. В общем, это такое противоядие для того, чтобы мы мыслили более позитивно, да, вот от нашего негатива, от негативных эмоций. Противоядие такое. Следующий вопрос, один из моих любимых, часто задаваемых вопросов, я точно знаю, как на него ответить, и отвечаю всегда одинаково. Как быть, когда застряло между двумя мужчинами? К одному душа тянется, к другому разуму. Как определить, в какую сторону двигаться? Очень интересен твой взгляд на такую ситуацию, спасибо заранее. В двух словах, ни тот, ни другой. Вам нужен третий, чтобы к нему тянулся и разум, и сердце. Либо вам нужно найти человека, к которому 90% идет тяга душевная, а 10% к кому-то разума, да. То есть, два человека, у вас сейчас 50 на 50, да, а нужно найти, чтобы что-то перевешивало. И тогда то другое, оно выиграет. Но вообще гармонично, когда и разум, и сердце сходятся. Я всегда так хотела, чтобы было, у меня были, конечно, сложные отношения на протяжении долгого времени, да, и тоже у меня то сердце, то разум, блин, и что-то не то. И я всегда понимала, что, ну, это не то, тут не натянешь, как бы, да, как там, поговорка такая, что-то там не натянешь, на что-то на что-то не натянешь. Вот, поэтому вам нужно найти третьего, который просто выиграет, выиграет у этих двоих. Следующий вопрос. Как быстрее привыкнуть к новым людям? В ближайшем будущем нужно выйти из декрета на работу, там уже почти все сотрудники новые. Это опять знакомиться, привыкать. Для меня это то же самое, что смена работы, а это стресс. Как быстрее адаптироваться к новым людям, найти себя с наименьшими потерями для сознания, выйти из зоны комфорта, нахождения дома. Здесь мне очень сложно, честно говоря, наверное, советовать что-то, потому что у меня никогда таких проблем не было. Может быть, я вам передам свой взгляд на это дело, да, и может быть, он вам как-то поможет. Я всегда во всем новом вижу свежесть. Вижу что-то свежее, новые знания, новые знакомства, новые возможности. Я смотрю на это ровно так. То есть даже если какие-то трудности в общении, да, когда вам нужно, может быть, отвечать перед аудиторией, да, или, может быть, петь там песню где-то, да, выступать, то это всегда вызов. Это всегда рост, это всегда какая-то борьба с самим собой, да, компромиссы с самим собой, узнавание себя больше, подстраивание. То есть я всегда иду на эти вызовы. И вообще, когда у меня внутри какой-то дискомфорт от чего-то, да, и я понимаю, что это чисто мои внутренние страхи какие-то, да, реально из зоны комфорта, для меня это всегда рост. Я всегда расту в этих ситуациях, поэтому смотрите на это так, что это рост, что это новое, свежее, потому что эта рутина, она всегда убивает. Мы же живем и двигаемся, когда, мы же живем в тот момент, когда мы двигаемся, когда что-то происходит новое, когда нас охватывают новые эмоции. Каждое знакомство может обернуться непонятно чем, понимаете, да даже просто влюбиться в человека, не обязательно мужчина, да, это может быть женщина, женщина к женщине, просто влюбиться как в человека. Он может быть интересный, откроет для вас какие-то новые интересные вещи, увлечения. Мне кажется, это очень круто. И такими возможностями знакомства с новыми людьми нужно пользоваться, потому что часто бывает, когда мы уже в привычной своей жизни, у нас определенный круг друзей, на работе одни и те же лица, как бы, да, и на самом деле очень часто жизнь может вообще стать какой-то бессмысленной, однообразной, скучной, и в ней может не происходить никакого роста. Поэтому если у вас меняется часто коллектив, вот, я бы кайфовала. И смена работы всегда для меня была радость. Новые люди всегда кайф, всегда радость. Всегда что-то новое ты узнаешь, получишь новый опыт с новым человеком. Крутяк! Лина задает вопрос, за что бы ты никогда не простила подругу или друга? Нет, наверное, такого, за что бы я не могла простить. Мой взгляд, он прощает всё. Ну, то есть, так как я смотрю на этот мир, я не могу чего-то не простить, потому что я могу понимать, от чего люди делают те или иные вещи, и даже самые страшные вещи, которые могли бы произойти, я внутри могу, могу простить человека. Ну, что значит простить, вот, для меня? Это тоже такие ещё моменты, да, простить. Это момент, когда ты не хочешь отомстить. Это момент, когда ты, наверное, не думаешь о человеке, ах, какой он там гонгой, какой он плохой, да, там, внутри. И это тебе переживания какие-то внутри, не даёт тебе жизни, да. То есть, мне кажется, прощение – это какое-то отпущение. То есть, ты отпускаешь человека, ты как бы переживаешь эту ситуацию и отпускаешь. Тебе ничего от него не нужно. Ты понимаешь, и остаётся только принять то, что сделано. Это один момент. А второй момент, есть очень сильная вещь моего взгляда – это карма. Что бы ни происходило в твоей жизни, всё, что тебя окружает и приносит тебе боль и страдания, какие-то ситуации, либо радость. Всё вокруг – это как почтальоны, которые несут тебе то, что ты отправила сама себе в прошлом. Это более такой высокий, глубокий взгляд. Это очень сложно взглянуть на ситуацию так. Особенно это очень сложно сделать, когда тебе причиняют боль, да, тебе хочется причинить в ответ, может, хочется отомстить. Потому что боль, она не даёт взглянуть как бы над ситуацией, да. Когда у нас что-то болит, мы очень в этом погрязны, погрязши. Мы не можем поднять голову, да, потому что нам очень больно. Мы там вот это варимся, переживаем всё. Мы не можем поднять голову и как бы взглянуть над ситуацией. Что на самом деле всё, что с нами происходит – наша вина. Но как бы наша вина или наши молодецы, да. Я вот каждый раз благодарю сама себя за то, что со мной происходит. Я хорошо себя вела в прошлых жизнях, да и в этой, в принципе, стараюсь хорошо себя вести. Что за это? Поэтому могу сказать так. На сегодняшний день у меня нет ни одного человека, которого бы я там не простила в душе или ещё что-то. Мне даже не нужно произносить эти слова. Я тебя прощаю там или ещё кому-то. То есть, если кому-то нужно, да, если кто-то меня обидел и хочет извиниться, да, и услышать, что я не держу зла, то как бы я могу даже сразу сказать всем вообще, может, какие-то обидчики смотрят меня, я могу сразу сказать, что я не держу ни на кого зла. Реально не держу. У меня нет в голове, чтобы я кого-то помнила, хотела отомстить и так далее. Просто я не хочу этих людей держать рядом. Есть люди, которые, ну, могут измениться, правда. Ну, я верю в то, что люди могут меняться. Это очень тяжело, но они могут. И вполне возможно, даже с каким-то своим прошлым обидчиком я могла бы общаться сегодня, потому что он очень поменялся. Но, опять же, к этому человеку будет такое недоверие, да, то есть ты его будешь проверять так или иначе. Если человек этот хочет с тобой общаться, да, и как бы к тебе тянется, очень-очень хочет, ну, и говорит, изменился, всё поменялось, то надо это, конечно, проверить. Ему нужно пройти через дорогу, барьер, вот этот недоверие, да. Ну, а в основном, конечно, так как тяжело меняться, скорее всего, люди не меняются, особенно те, которые не работают над собой. И я их прощаю, конечно же, это их жизнь полностью, но только чтобы она не касалась меня. Вот это важный момент, это то, что могу решить я. Я могу устранить этих людей, ну, в плане отодвинуть, да, если как-то нужно, то я уеду, если не нужно, то можно просто резать концы, и как бы человек не общается с тобой. Ты не даёшь никакого повода, никаких шансов общения с тобой, и всё. Ну, как бы, пока это всё дело получалось, никто меня не преследовал. Слава Богу, да, таких людей, которые могут преследовать, наверное, я как-то выкупала сразу, и сразу уже держалась от них подальше, даже им не давала возможности подумать, что меня можно преследовать, что, знаете как, что у них есть право какое-либо меня преследовать. Вообще свободный человек, никому ничего не должна. Как, знаете, бывают пары сходятся, да, там, а муж поднимает руку, да, там, где-то выслеживает, угрожает, как бы имеет право, как бы имеет право, типа, ты его собственность. Ты когда-то дала ему эти права, типа, ну, как бы, да, дала ему право, что ты его собственность, ты его, и теперь он имеет право вот так себя вести. И вот, конечно, к таким людям, таким людям вообще нельзя давать никакого права. Поэтому в целом мы свободные люди, сами выбираем, и думаю, в наших силах оградить себя от тех или иных людей. А прощать, пожалуйста, то есть я простила всех своих бывших подруг, если кто-то мне что-то причинял боль, но ни с кем из них не общаюсь. Молодые люди, которые как-то, может быть, поступали некрасиво со мной, тоже я не держу ни на кого зла, но подальше, где-то там, вот, со своими приколами в голове и тараканами свою жизнь стройте, чтобы меня это никак не касалось. Следующий вопрос, Василиса. Селеночка, скажи, пожалуйста, как сильно не привязываться к людям? Не привязывать? Не привязываться, наверное, да, к людям. Для того, чтобы не привязываться к людям, есть один очень такой взгляд хороший, да? Ну, на самом деле, не просто это взгляд, оно так и есть. То есть мы отталкиваемся от действительности, от фактов. И тут нужно понять, что в этом мире всё не постоянно. Всё меняется. Люди приходят и уходят. Люди рождаются и умирают. Люди сходятся и расходятся. Мы богатеем и беднеем. Деньги приходят к нам и тут же тратятся, да? Домостроятся и разрушаются. Всему своё время. И какое это время лично будет у нас, да, мы не знаем, что и как произойдёт. Поэтому глупо, понимая это, понимая это, да, обращая вообще на это внимание в целом, глупо было бы держаться за это и пытаться удержать. То, что удержать в принципе мы не можем, да? Всё, что нас окружает в этом мире, всё приходящее. Пришло, ушло, появилось, исчезло. Абсолютно всё. Даже частички вот эти вот между нами, они в постоянном хаосе находятся, да, постоянно видоизменяются. Не буду копать глубже, что вообще всё состоит из молекул, да, там и по сути ничего нету. Мы не будем в это углубляться. Мы поговорим на относительном уровне, да, на относительном уровне. Всё, всё постоянно меняется. И если вдруг вы встречаете человека, если у вас есть это убеждение в голове, вы поняли, что это действительно так, да, каждый раз напоминайте себе. Сначала вы будете напоминать, а потом вы просто будете это чувствовать, понимать изнутри. Вам не нужно будет говорить себе, а, всё непостоянно, всё приходит и уходит. Нет, просто вы будете понимать это вот просто своим нутром, что да, всё непостоянно, нет смысла к чему-то привязываться настолько сильно, чтобы потом страдать. Знай это заранее. Когда тебе дают игрушку какую-то, поиграть, к примеру, да, она не твоя, тебе дают её на время. Ты же не расстраиваешься потом, когда забирают у тебя. Ну, конечно, когда маленький человек, он ещё не понимает, да, он как бы думает, ой, может, подарили там или ещё что-то, он играет, забирают, он расстраивается. Но когда мы взрослые люди, мы же можем это оцифровать. Вам дали вещь на время. Поиграйте. И когда придёт время этой вещи уйти из ваших рук, отпустите и будьте готовы к следующим вещам или людям, которые придут в вашу жизнь. Поэтому каждый раз, когда вы встречаете человека, относитесь к этому примерно так, что пространство, жизнь, ваша карма, да, обстоятельства, условия сложились так, чтобы этот человек к вам пришёл. Как надолго, допустим, да, подруга или друг, как надолго этот человек пришёл, никто не знает. Никто не знает. По каким причинам он уйдёт, тоже никто не знает. Поэтому если вы встретили такого человека, и у вас зажглось всё прекрасно, интересно, отдавайтесь этому всему полностью. Любите человека каждый день. Посредний, да? И в тот момент, когда придёт время расстаться по каким-либо причинам, просто примите это. Здесь можно взглянуть на это, опять же, как на непостоянство. Всему своё время, рано или поздно, всё равно человек уйдёт. Он может найти другую, влюбиться в другую. Он может просто умереть, там, да, заболеть. Он может, блин, то что угодно может произойти. Опять же, мы не знаем, да, какие причины. И тут же, от того, что это всё непостоянно, мы понимаем, да, всё непостоянно, рано или поздно это исчезнет. Мы тут же можем взглянуть на то, что то, что происходит с нами, это наша карма. Это то, что мы засеяли в прошлых наших жизнях, либо просто в прошлом, да. Условия сошлись, и теперь их нужно принять. Конечно, максимально, ну, можно постараться, да, что-то изменить и сделать, если вдруг что-то происходит. Но если мы уже ничего сделать не можем, да, то не до фанатизма, отпускаем. Вот так я смотрю на это. И, знаете, в связи с этим ни в коем случае нельзя поверхностно как-то легкомысленно относиться к человеку, который рядом. Ну, бывает такое, впадают люди в крайности, они думают, о, не хочу привязываться, всё непостоянно, человек всё равно уйдёт, зачем мне выкладываться полностью. Этим самым вы можете создать себе новые кармические условия, не очень хорошие для вас же, потому что этот человек может страдать от этого. И более того, именно эти мысли могут привести к более скорейшему расставанию, потому что человек не будет видеть серьёзности, будет видеть поверхности какой-то и так далее. Бояться этого не надо, что всё непостоянно, я не буду вот сейчас тут вкладываться, всё равно уйдёт, нет. Вести себя нужно абсолютно, и чувствовать, и делать всё абсолютно так. То есть, если что-то приходит в вашу жизнь, если вы любите, любите на 100%, да. В общем, всё хорошее, вы должны отдаваться этому полностью. Будьте взаимны с людьми, да, старайтесь максимально. А вот, кстати, если злость какая-нибудь вас нагрянет, да, или какие-то беды, к примеру, то вы, наоборот, не отдавайтесь этому полностью, да. То есть, вспомните, что всё непостоянно, и это уйдёт. И как раз-таки боли и страдания, они вообще уходят ещё быстрее, намного быстрее, чем какая-то радость. Ну, лично я так смотрю. Может быть, конечно, одинаково всё происходит, но мне кажется, что если мы встречаем какого-то человека, мы можем с ним встречаться долго-долго. А если у нас что-то болит, да, или что-то прям печаль какая-то произошла, то эта чёрная полоса может заканчиваться достаточно быстро. Поэтому чуть-чуть терпения, и всё будет. Не нужно злиться, делать какие-то страшные вещи, мстить кому-то, да, вот это вот культивировать всё не надо. Вот здесь наоборот. Но если любовь и радость, то вот так, на полную. Вот как-то так. Просто понимание того, что всё непостоянно, поможет вам не привязываться сильно к людям. Следующий вопрос. Как вам удаётся сохранять тёплые отношения с мамой и не ругаться? Секрет весь в том, что мы живём на расстоянии, мы не живём вместе. Да, были периоды, когда мы жили вместе, ну, как бы, потому что там я только переехала, мне нужна была помощь и так далее. И я вам скажу, что нас хватало там, ну, может, неделька. И мы уже начинали немножечко-немножечко, да, как бы, такие... Ну, не ругаться, нет у нас такого ругаться, может быть, зависит ещё от людей, да. Мы с мамой так особо не ругались. Но были такие закусончики, знаете, там вот что-то не нравится, что-то там где-то поднадоело, какой-то дискомфорт, кто-то открывает форточку, кто-то нет. Мама всё время меня пытается опекать, да, там всё время вот говорит то-то-то, я ей всё время не говори мне так, что-то вот пристало там, может что-то там сказать. Ну, то есть такие моменты, как бы, это... Ну, потому что, ну, потому что раздельно должны жить дети и родители, я считаю. И залог идеальных отношений именно в этом. Я думаю, что если бы мы жили вместе, мне пришлось бы очень-очень сильно работать над собой. И я знаю, что это очень сложно. Наладить отношения, вот эти привычные, которые так долго, так долго из детства, да, нас столько всего связывает, столько всего. Часто у детей обиды какие-то к родителям есть. И это может выливаться как-то в повседневной жизни, там зайдёт разговоры, там что-то вспомнится. Короче, настолько связывает, столько лет, и ещё разница в возрасте и воспитании и так далее. И лучше вообще этого особо не касаться. Хорошо проработать один раз, да, ценить свою маму за то, что она родила, да, быть к ней снисходительной, так как мы моложе, мудрее пусть, да. Со стороны мамы своя позиция, она тоже должна быть где-то мудрее, там, и так далее. Но мы за себя говорим, да, мы берём ситуацию в свои руки. Поэтому мы должны быть мудрее, снисходительней. И, конечно же, по возможности сделать так, чтобы были разные квартиры. Следующий вопрос про взаимоотношения с самим собой. Как снова полюбить себя? До второй беременности я себе нравилась, нравилась, как выгляжу. Теперь это всё пропало, сильно изменилось. И когда фигура, сильно изменилась фигура, хоть и маски для лица делаю иногда. А вот спортом нет. Не хочу я тратить для себя на это время. Дом, заботы и так далее на первом месте. Коротко отвечу здесь. На первом месте... Ладно, не на первом месте. На одном месте, вместе с заботами и семьёй, должны быть вы. Даже более того, наверное, даже всё-таки чуть-чуть повыше себя нужно поставить, а именно для того, чтобы вы давали полноценно своей семье. То есть даже не нужно особенно ставить вот это что там на первом месте, а что нет. Если у вас на первом месте семья и заботы, то хорошо о семье своей позаботитесь вы только тогда, когда вы будете чувствовать себя прекрасно. Как вы сможете позаботиться о своей семье, если вы чувствуете себя не очень? Если вы не уверены в себе, как воспитывать детей в этом всём? Как дарить мужу то, что положено при этом всём? Вы не сможете. Поэтому срочно поменяйте приоритеты. Займитесь собой, если действительно, если действительно на первом месте у вас семья. Займитесь собой. Следующий вопрос. Твоё мнение, как найти время на подруг, когда есть большая семья? Реально ли это? Если честно, у меня муж и есть для меня друг, подруга. Но иногда ведь о женском с кем-то поговорить хочется. Вот и задумывайся о подруге. Спасибо большое сразу за ответ. Могу сказать, что это сложно, но это нужно. Действительно, для подруг нужно время. И более того, им нужно его уделять. Иначе подруги отдалятся, и вы станете, ну, уже как бы могут и обидеться даже. Я это понимаю. И да, у меня тоже забот, хлопот очень много. Но у меня есть несколько подруг. И я стараюсь всегда в своём плотном графике найти время, чтобы прийти в гости, пообщаться, поделиться, узнать, как дела. Просто увидеть друг друга, провести время. Действительно, подруги – это ответственный такой момент. И нельзя к ним халатно относиться. Поэтому, если сейчас у вас их нет, большая семья, и муж ещё у вас, и подруга, и всё-всё-всё, может, и не стоит их заводить. Вот, потому что можете не справиться, да? Но если вы, ну, как бы рассчитываете на свои силы, да, и готовы уделить своей подруге должное внимание, то да. И выбирайте подруг тогда семейных тоже, чтобы они не были свободны, потому что они будут требовать от вас больше времени и внимания. Вам будет сложно им отказывать, они будут обижаться. Поэтому ищите, если хотите о женском поговорить, то ищите подругу, у которой тоже такая большая семья, у которой мало времени, вы будете друг друга очень хорошо понимать. Следующий вопрос Настаси. Селена, твое мнение. Мне 25, с молодым человеком уже 7 лет. Чего только не было, но мы всё равно вместе. И хочу с ним семью и так далее. Но не сейчас. Вот не хочу я замуж пока и детей, тем более чувствую себя молодо-беззаботно. Хочу ещё не отпускать это состояние внутри. Поэтому даже жить пока совместно не планирую. Опыт сожительства у меня был с другим. Говорю же, чего только не было. Я так понимаю, в ваших отношениях с молодым человеком, который сейчас есть, у вас был уже опыт жизни с другим. Со стороны все говорят, тебе столько лет, к хорошему это не приведёт, то, что вы так тянете. Потом семья не получится. Я поговорила с молодым человеком, он не в восторге от моих планов, но вроде как принял мою позицию. Переступать через себя и делать какие-то шаги или твёрдо стоять на своём. А почему вот вы с тем молодым человеком прям опыт сожительства поимели, а с этим нет? Как так получилось? Чувства были ярче, страсть была больше, мужчина был настойчивее и более властен. Как так? Либо любовь была сильнее, что так хотелось с ним жить, а с этим нет. Почему же? Именно причина, чтобы жили с тем другим вместе. Я думаю, что молодой человек с вами такой, такой немного вырулите в отношениях, такой немножечко ему бы характера и твёрдости проявить, да, быть более уверенным в себе. Он, наверное, вас очень боится потерять и действительно любит, раз соглашается на какие-то вещи, хотя они в восторге, да, ну, как бы у него, ну, сомнения какие-то внутри есть, да, вот как бы так, не так. Поэтому он идёт на это. Но вопрос вот в вас, да, насколько вы его сильно любите, по-моему, ваша свобода и это состояние, которое вы испытываете от свободы, оно намного важнее для вас. Оно, это чувство намного сильнее, чем любовь к вашему молодому человеку. А семью вы хотите, наверное, с ним, ну, потому что, ну, как бы пора, да, по времени как бы. Вот он есть парень для семьи, да, для сожительства вместе. Но попозже как бы. Он подождёт. Тем более он подождёт. Попозже, потому что он подождёт. Вы это чувствуете где-то на подсознании, да. Я думаю, что если бы вы его сильно любили и он был бы такой настойчивый и не согласился бы на это всё дело, на вашу свободу, что это за бред? Развернулся бы, пошёл другую искать девушку, да, к примеру. Я думаю, что либо вы бы его отпустили, либо вы бы такие задумались. О, нет, я его не отпущу, я его люблю, а то другую найдёт. Получается, что он вас любит. Я думаю, он вас больше даже любит, чем вы его. Он вас любит, боится, потеряет, поэтому соглашаются на ваши какие-то желания, чтобы вас не спугнуть, да. Ну, а вы как бы знаете, что он и так согласится, он вас любит, поэтому позволяете себе вот так вот двигать вашу совместную жизнь, да. Обычно, когда девушка очень любит мужчину, она за него вот так вот хватается сразу. И как это, куда подвинуть? вместе жить, вместе строить планы. Более того, у вас ещё жизнь, я смотрю вот здесь вот в сообщении, жизнь ваша виднеется для вас же с ним, как будто не будет вот этой беззаботности. Будут заботы, будет всё-всё-всё, но поверьте, всё в ваших силах, всё внутри вот здесь вот, как вы ощущаете. Все заботы могут быть в радость. С вами любимый человек, от которого вы хотите ребёнка. Первым делом, да, женщина встречает мужчину, всё, это моё, я вижу от него детей, в первый же день это может даже произойти, но не в первый, так во второй точно. Я вижу, что мы живём вот в таком доме, даже если сейчас нет возможностей. Я вижу, как именно с ним мы путешествуем везде, да, мы растём, у нас есть свой бизнес, и много-много-много всего, крутая машина именно с этим человеком. Даже если сейчас нет никаких предпосылок на то, чтобы это было. Поэтому, ну, задумайтесь о том, что вы испытываете к молодому человеку рядом, и почему сейчас, в данный момент, свобода для вас важнее. Пока. И почему сейчас, в данный момент, для вас свобода намного ценнее, чем он. Обычно как-то по-другому всё бывает. Может быть, это не тот человек, поэтому, что здесь делать? Переступать через себя, или делать какие-то шаги твёрдо, стоять на своём? Я не думаю, что через себя переступать точно не надо. Зачем через себя переступать? Если вы не хотите жить с этим молодым человеком, то зачем с ним жить? Не надо. Твёрдо стоять на своём? Ну, то есть, вопрос чего? Вопрос принципа. С вами рядом есть молодой человек, который вас любит, который готов на всё. Но если он готов на всё, как бы, да, то, ну и не спешите, раз он готов. Может, вы встретите, пока с ним будете встречаться, встретите ещё одного, с кем захотите жить, да? А может, и не встретите, и пройдёт какое-то время, вы уже подумаете, а вот он мой верный со мной, буду с ним жить, отпускаю свой безнадежный. Я просто вот так вот из сообщения я как будто вот так вижу. Ай, ладно. Молодость не может жить тогда, раз никого другого не нашла, с кем прям захотелось бы жить. Я извиняюсь, я, может, конечно, не туда попадаю, но из сообщения я именно так и чувствую. Поэтому обратной связи нет, по обратной связи ваши, я бы другие дороги протоптала, но из сообщения я вижу вот именно так. Следующий вопрос, последний, обсудим на сегодня остальные в других видео. Селена, волнует давно вопрос, и хотелось бы услышать ваше мнение на это. С молодым человеком давно уже вместе, а если быть точнее, то 4 года. Правда, живём вместе только 2 года. Вроде бы нам хорошо вместе, вроде бы, всё устраивает друг в друге, говорим о планах на будущее. Вопросы о женитьбе у него не стоит, так как он даже не предлагал мне замуж. Стоит ли мне делать какие-то выводы или же просто не время? Спасибо заранее за ответ на вопрос. Во-первых, если он вам не предлагал замуж, это не значит, что у него в голове лично не стоит вопрос о женитьбе. Возможно, он что-то там планирует или думает об этом как минимум. Но для того, чтобы это узнать, с человеком нужно поговорить. Вообще очень важно. И что значит вроде бы нормальные отношения? Вы должны точно знать, какие у вас отношения, что чувствует к вам молодой человек, какие у него на вас планы, особенно если вы планы эти все озвучиваете, что за неуверенность, откуда. А хочет жениться человек, если у него это в планах, вы должны это узнать, были ещё с самого начала, какой у него взгляд вообще на женитьбу. Может быть, это человек, который в принципе к женитьбе относится очень так, как посредственно. Ну, как бы нужно будет, поставим, пойдём распишемся. Может, он уже был женат, ему это особо неинтересно. Может, он вообще скептически ко всему этому относится. Часто бывает после свадьбы, что портятся отношения. Может, он не хочет, чтобы это испортило как-то отношения. А может, он боится вам предложить именно слова эти произнести. Ну, то есть, это всё нужно с человеком, как бы обсуждая вообще его взгляды на какие-то вещи. Не обязательно прямо спрашивать, ты будешь на мне жениться или нет, а просто интересуясь человеком, его взглядами, чем он дышит, живёт, что он хочет, о чём мечтает и так далее. В принципе, тут можно как-то и понять. Соответственно, по его поступкам и делам, тем более вы живёте два года вместе, тоже можно понять, насколько серьёзно человек к вам относится. То есть, здесь ещё у меня возникает очень много вопросов, почему вроде, да, и почему вы думаете, что не стоит вопроса о женисьбе именно потому, что он не предлагал вам замуж. Это, может быть, раньше такие были отношения какие-то, знаете, люди встречаются, они толком друг друга не узнают, в душу друг к другу не лезут, такие, знаете, такие вот, и они живут такие два года, как немного чужие люди, да, вроде всё нормально. Как так можно? Я не понимаю просто. У меня такого никогда не было. Я всегда в отношениях, всегда интересуюсь человеком. О чём он думает, о чём он мечтает, какие у него планы, что он чувствует. Всё, я сканирую полностью человек. Помимо того, что я сама сканирую, да, всё это, по действиям, по невербальным каким-то вещам, помимо этого, я всё спрашиваю у человека. И ещё не факт, что то, что он говорит, есть на самом деле. Важно ещё, как он это говорит, понимаете? Если ты спросишь у человека, да, там, а ты план... Чё вообще там, да, там, свадьба, ты вообще хотел бы там что-то такое, да? И не важно, что он скажет. Он скажет, да, конечно, но он это скажет, да, конечно, ну, важно, как этот человек говорит, да? Или он как-то там отшутится, всё, это всё имеет значение. Из этого всего складывается как бы очень много всего. Поэтому, блин, разговаривайте, узнавайте своих молодых людей. Не обязательно, опять же говорю, прям вопрос задавать, просто узнайте о нём больше. Чем он живёт, дышит, хочет, мечтает, счастье, всё, всё, всё узнайте о нём. И, возможно, само понимание придёт, что ждёт дальше с ним. Всё, это был последний ответ на вопрос. Остальные вопросики вы также можете продолжать ещё задавать их под этим постом. Я буду снимать видео для вас. Всё, мои хорошие, надеюсь, моё видео понравилось, надеюсь, оно было для вас полезным. Это самое важное, для этого я снимаю эти видео. И, если так, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто ещё не подписан, и жду ваши комментарии под видео. Стёп, люблю, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...